всем привет всем здравствуйте сегодня с вами катя мирошниченко и она все еще не сделала себе новые маникюры меня кстати так совпало смотрите у меня сегодня тема это бокс дольче и у меня тема белого дольче и мне как раз смотрите остались два пальчика которые я еще не успела спилить который я еще не успела спилить в общем если вам вдруг хочется чего-то такого нежного романтичного декорации из бокса дольче это просто песня кружева я брала из пластины нашей вот она украине кружева получается я совместила стемпинг декорации из дольче и сегодня еще хотела показать это же сочетание зеленым из дольче потому что вообще я планирую следующие ногти это уже говорила все не хочется все 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 сразу попробовать рук не хватает вот я очень мечтала походить с nail crust а вот я его почти закончила уже делать еще два пальца осталось похожу недельку и сегодня для вас делаю эфир смотрю на вот это сочетание с белым и прям мне хочется теперь снова дольче себе я никак не могу расстаться с этим боксом наверное за последние несколько месяцев за самое большое количество дизайна я делала именно с боксом дольче во первых тут восхитительные цвета все абсолютно четыре цвета они восхитительные сейчас я вам покажу так что у нас в бокс как всегда давайте быстренько кратко сейчас пробежимся в бокс в наполнение бокса у нас с вами входит 4 гириллака сейчас мы поближе посмотрим как они выглядят смотрите один вот такой перламутровый роскошнейший просто черный перламутровый и три классических ярких сочных цвета вот я конечно с этими цветами ходила и зимой мне же по барабану сейчас нет такой яркой выраженности у нас сезонности согласны с этим чтобы прям так строго было гамма на лето гамма на осень сейчас все очень сильно смешалось очень хочу выпустить декорации девочки я все для этого сделаю потому что я сама не смогу без этих декораций жить поэтому смотрим на декорации которые входят в этот бокс так ну наклеечки кстати сюда входят до наклеечки это понятно дайджест электронные кстати как мы находим электронный дайджест мы берем с вами открыточку переворачиваем а здесь вот этот qr-код переходим по этому qr-коду и там в электронном виде будут мастер-классы фотографии всех всех вариантов типс это вот у кого не хватает вдохновения например вы не понимаете как что с чем смиксовать ваша задача просто брать и повторять туда опять же чтоб не расходовать декорации из бокса лишний раз мы рекомендуем брать электронную версию этого бокса скачивать оттуда все исходники фотографий и у спор использовать как реклама в качестве рекламы вашем инстаграм контакте там я не знаю яндекс зен и так далее вот поэтому спокойно используем для себя мы будем только рады если вы это будете использовать в готовом виде вместо своих фотографий а уже там начнете делать на клиентах и так декорации делятся на два типа здесь объемные украшения идут вот с таким эмбассирование видите объемные реально круче стоят чем стразы выглядят как стразы в общем просто великолепные наклейки это 1 это 2 это 3 и 4 5 смотрите какие украшалочки очень капризные сразу говорю их нужно прямо так аккуратненько хранить аккуратненько вырезать потому что такое количество вот этих камушек украшений она соответственно тянет на себя определенные обязательства брать ручками аккуратно в коробочку аккуратно складывать в общем не тормошить их не бросать не кидать вот чтобы это все прямо аккуратно было все сложено дальше сюда входит черное кружево вот такой вариант сафари такие тропики в стиле дольче вот такие анютины глазки в стиле дольче вот такие круглые цветочки в стиле дольче которыми мы как раз сегодня и поработаем и вот эта роскошь просто тоже а-ля дольче габбана обратили внимание это вручную нарисованные цветы которые взяты из нашего курса который называется жестовская роспись дольче поэтому мы здесь что-то брали прям у дольче габбана а что-то это вот прям наши рисованные принты вручную это наташа ганова делала смотрите вот кто помню типсы видел с курса жестового дольче все сразу говорили катя сделайте такие наклейки вот и мы это воплотили как раз в боксе дольче обязательно выпущу отдельно наклейки потому что они все кайфовые просто бесконечная какая-то любовь и это готова просто бесконечно и клеить и клеить и клеить поэтому сегодня мы с вами поработаем просто с белым кружевом посмотрим как элементы из дольче прекрасно дружат со стемпингом и мы сегодня будем использовать зеленый цвет так давайте отсюда кстати вам быстренько покажу так роскошный фиолетовый кайфовый вообще прям кайф и это кайф вообще многие просят катя добавьте этот зеленый базовый ассортимент блин тут такая пигментная паста короче используется не получается в общем этот цвет зеленый но он остается и вот этот розовый только в рамках этого бокса поэтому я многим обещала подумать включить это базовый ассортимент не получится потому что поставщик у которого мы раньше закупали вот эти пигментные пасты для колеровок больше с нами не работает боже как же красиво вообще вот этот черный это моя любовь он великолепен вот я за этот цвет как раз и голосу вот его получится добавить в базовый ассортимент то что для его производства в принципе у нас все есть и посмотрите какой он великолепный вы видите вообще цвета просто огонь огненный так ну мы сегодня с вами из этих цветов возьмем зелененький в общем у нас такой сегодня будет полный микс вы себе даже не писать как я не хотела себе спиливать эти ногти и вот ну так мне нравится это даже не представлять это красиво было поехали понятно что белое кружево хорошо делать на каком-то камуфляже либо какой-то цвет вы берете камуфлирующий но здесь у меня например гель-лак я покрывала тонкий слой из коллекции нюдовой нашей вот у меня типсы розовые поэтому я здесь в принципе не планирую сейчас наносить камуфляж вот ну а вообще под белый стемпинг под белое кружево если мы хотим чтобы это все читалось желательно нанести что-то нюдовое прям нюд должен быть такой темненький чтобы не получилось так что кружева потеряется вот плюс цветы светлые да поэтому нюд такой должен быть ярко выраженный так пластина мы ее держим в ассортименте она периодически вымывается но мы пополняем мы пополняем поэтому вот кто не в курсе смотрите у нас есть пластина сейчас номер ее не помню здесь очень много гипюра вариантов от орнамента отдельного который можно вот на этот гипюр видите накладывать и делать свой вид кружева гипюра есть гипер кружева вот такой вот отдельно орнаменты вот такие всевозможные все вот в таком царском стиле царская значит свадебная но все как я короче люблю как вам кстати nail crust на руках девочки на скажите так у вас на вообще кто кстати пропустил эфир я был показывал эфир во вторник вот с таким nail crust там посмотрите обязательно он уже в ленте здесь в аккаунте на ими official word есть я прям заскучала за наукрус там надо же его много лет не делаю эту технику прям кайф так ну все поехали значит для стемпинка нам понадобится белый лак для стемпинга белый лак для стемпинга дальше из декорации я выбираю крестики где тут мои любимые крестики у меня есть уже начатые я буду начатые брать чтобы эти не портить вот они крестики но всевозможные еще спали пригодятся я сейчас вырежу я просто не знаю как прям точно я буду сейчас их складывать в композиции так крестики сюда в белым цветочком будет кайф так дальше что вот эта штука очень классная сейчас я вам ее покажу вот такой значок мы возьмем так что нам еще пригодится сейчас посмотри о да вот это кстати классное сочетание когда вот с этим крестом разные когда ногти разные можно снять оскоминку и попробовать сделать ну все абсолютно так то есть но Пардон, я забыла теклос нанести. Блин. Сейчас, девчули. Исправляем. На голые типсы. Лучше не отпечатать, надо было хотя бы обезжирить. Ну ладно. Попытка номер два. Кто, кстати, сколько клиентов уже сделал с Дольче Габбана, с бокса? И какой цвет у вас самый популярный? Ну по отзывам вообще, вот сколько смотрела, все цвета, они все популярны. Просто рассчитаны на разных клиентов. Так, ну смотрите, я на всякий случай теклос нанесу. Я на всякий случай теклос. Сушим. Я очень люблю работать с лаком, со стемпингом. Просто это наработка привычки. Смотрите, чтобы вот такую длину сделать стемпинг, когда нужно было два куска делать. Раз отпечатываешь кусок, потом второй кусок. И стыкуешь это все. Вот. Все это можно пристыковать. Видите, на такую длину. Так, ладно, поехали дальше. Очень люблю работать вот так, с двухсторонним скотчем, с кусочком. Так, на ладошку, на тыльную сторону. Все, и теперь можно приступать к декорированию. Вырезаем все. Так, где наши беленькие цветы. И сейчас мы в сочетании белого кружева и зеленого фона сделаем. Тоже мне очень нравится сочетание. Так, сейчас я водичку возьму. Так. А что такая тишина? Вы что молчите? Вы уже все на Пасху уехали? Вы все уже в дороге? Тут решила с эфирами выйти, да? Так, раз. Так, этот вариант. Дальше два. Вот такой возьму вариант. Сбоку прям хорошо будет. Очень важно, чтобы была эстетика в работе. Чтобы когда то, что вы делаете, вы кайфуете от этого. Когда ваш взгляд ласкается об красивые картинки, об красивые бутылечки, и все вокруг красивое, тогда просто вот песня. Так, возьмем вот такой крестик. И возьмем, наверное, вот это украшение. Кто-то тесто ставит, печет. Блин, девочки, окей, вы молодцы. Я не умею печь. Это прям мой бич. Максимум могу купить слоеное тесто, положить туда кусочки сыра, яблочек. Это все, что я могу испечь. Я 20 лет училась делать шарлотку. Но вот она у меня поганенькая получалась все-таки. Муж всегда кушал и говорил, вкусно. Я говорю, ты врешь. Я говорю, блин, ну не вкусно же. Он говорит, да нет, нормально, вкусно. Даже шарлотку с яблоками элементарно не могу приготовить. Вот это вот как так. Так, зелененьким. Так, как мы с вами здесь зелененьким. Видите, какое классное сочетание, когда кружево и зеленый цвет. Тоже огонь. Так, как сделать? Сейчас посмотрим, как мы... А, блин, теклаз же надо нанести, а то сейчас будет повторение. Так. Сушим. Так, все наклейки цветочные, они на белой подложке, поэтому желательно работать со штампиком. Видите, какая белая основа. Благодаря ей ничего не светится. Сейчас я, наверное, малышей повырезаю. Здесь есть вот такие малыши маленькие. Я их разбросаю местами. Блин, какие хорошие. Это вот прям с типс мы брали фотографии с наших. То, что создавалось для курса Дольче. Очень классный курс, кстати, онлайн. Всем рекомендую купить. Да, возможно, прям вот клиентам вы такое всего рисовать не будете. Но такие, во-первых, классные работы получаются для фотографии в аккаунт, чтобы разбавить контент чем-нибудь сложным. Плюс это прям сравни медитации. Ну, валерьянку, конечно, рекомендую, увы, перед началом прохождения курса. Но он очень классный. Курс Дольче Габбана Жостовская роспись. У каждого должно быть свое призвание к чему-то. У вас это ногти, значит, лучше всего получается. Зачем куда-то лезть, если не получается? Ой, девчонечки, я не лезу. Поверьте мне. Даже не расстраиваюсь. Перестраиваюсь не на секундочки. Я вот картины пишу, дом украшаю, контент снимаю для своего аккаунта в Инстаграм. Какая тут готовка и еда? Ну, я вас умоляю. Вы что? Это же не для меня. Это я в сторис сегодня в своем аккаунте выкладывала, как я за продуктами вчера ездила. Муж у меня хохотал весь вечер. Я ему когда показала, говорю, глянь, жена какая у тебя. Говорю, ты о такой мечтал, наверное. Он говорит, это не про тебя. Не про меня. Чтобы я еще за продуктами ходила. Ну, что, научилась ходить, считать деньги на продукты, сколько что стоит. Когда ты это делаешь первый раз. Полезно, кстати. Иногда вообще знать, сколько что стоит в магазине. Так. Ну, вот так я сделала. Очень важный момент. Нельзя делать слой на слой слайдеров. Поэтому мы плоскостные приклеили. И что делаем после ультрабонда? Снова берем тоненький топ-слайдер слой. Единственное, рекомендуется тогда, вот я много эфиров ввела уже на эту тему, брать кисточку, например, не из флакона, а берете кисть из футляра какую-нибудь отдельную. Овал, шестерка. И ей размазываете следующий слой. Так. И следующий слой уже вот идут украшения. Вот я тут крестик выбрала, вот такую брошь. А чем вы покрыли цветочки? Цветочки я покрыла сначала ультрабондом, а потом топ-слайдером. Сначала ультрабонд, потом топ-слайдер. Сначала ультрабонд, потом топ-слайдер. И тогда это, во-первых, все чудесно, прекрасно носится. Ни один стразик у вас не отвалится, я вам гарантирую. Я хожу с этими ногтями, а здесь же я на Кипре посуду мою. У меня нет посудомоечной машины, меня это бесит больше всего. Просто ненавижу мыть посуду, и мне вот этими длиннющими ногтями приходится мыть посуду. Сколько я ее здесь перебила, потому что у меня, знаете, ну длина, прикиньте, какая длина это. Вот я сейчас чуть-чуть убрала длину, а длина-то так была вообще аховская. И у меня стразы, вот я сколько раз проверяла, блин, отлично стоят стразики. Так, и снова контрабонт аккуратненько. Все, и вот этот вариант уже готов. Нежненько очень. Берете. Что вы берете? Кто любит что? Ультрашайн? Давайте ультрашайн возьмем. И берем ультрашайн. Короче, сегодня уже все выходные, да? Все уже Пасху празднуют. Мне, кстати, дали наклеечки для яичек, у меня хотя бы яички будут на Пасху и пообещали меня отвезти в храм, посвятить Пасхе. Так. Все сушим. Так. Люблю вас, обожаю вас слушать. Для кухни всего одного есть специальное обучение. Люди тоже за без обид. Не только. Да я, да, я. Я здесь за кем скучаю? Так, говорит, Катя, ты скучаешь за домом? Я говорю, да я уже привыкла, то что я по полтора месяца отсутствую, потом на месяц лечу в Россию. Я говорю, я скучаю очень сильно по мужу, говорю, и по моей помощнице по дому. Смотрите, как красиво. Как красиво. Боже мой. Да вы ж какие красивенькие. Ой, не могу. Так, что? Давайте теперь еще раз гипюр. Гипюр, гипюр. У меня, кстати, жидкость закончилась. И теперь задача купить ацетон где-нибудь, поехать. Потому что я в этот раз, когда из России летела, я забыла все жидкости. Как я могла забыть вообще? Я же мучилась, последние эфиры вела и забыла. Так, как мы сейчас сделаем? Ладно, давайте просто на полноготочка мы это отпечатаем. Остались, кстати, совсем чуть-чуть этих наборчиков. Я поэтому и решила сегодня дольше поработать, потому что я посмотрела, чуть-чуть есть еще на остатках. А так как я его очень сильно люблю, думаю, надо поработать. Как такое пропустить? Поэтому успевайте забрать последние боксы дольше. Ты тут ногтем зацепила? Ну ладно. Хотела на пол ногтя, но решила по диагонали. Так, и вот этот мы с вами сейчас зелененьким покроем. Какой зеленый. Сушим. Здесь мы сейчас сделаем гирлянду из цветов и поперек только вот такой у нас уже крестик пойдет большой, яркий. Надеюсь, я сегодня до вечера закончу эту руку и все это сфотографирую. У меня очень красивый маникюр, тем более он у меня незаконченный. Я все собираюсь пойти все-таки убрать эту длину, потому что классно смотрится, когда одна рука цвет в цвет этой, только это под мясо коротко. Но мне же хотелось очень с аффирмациями походить. Вы все представляете, какой восторг у людей вызывает этот мой большой ноготь. Они когда начинают читать, что я притягиваю деньги легко, у них просто мозг ломается. Они говорят, это что? Я говорю, а у меня здесь еще круче. Я путешествую трех раз в год. Я говорю, все можно. Короче, принеси нам, подари нам. Я говорю, нет, только в боксе есть. А в боксе еще там стемпинг, а ваш мастер маникюра умеет это делать. Зеленый, кстати, очень необычный. Смотрите, я его не делала в рамках трендов зеленых. Он вот, ну я ориентировалась на показы Дольче Габбана, да. И мне вот зеленый подтон на одной одежде так запал, и вот хотелось повторить именно вот такой зеленый оттенок. Потому что если сейчас взять прям тренд-тренд, какой сейчас зеленый в тренде, это если покупать, например, ну не знаю, что-нибудь ультрамодное из одежды, то это нужно зеленый брать из... Блин, где у меня эта коллекция? Так, ну помните, я вам презентовала новую коллекцию? Вот эту. From Down to Dusk. Куда я надела выкраску? Вот здесь внутри есть зеленый такой, вот он другой. Он желто-зеленый. Видите, вот этот считается более трендовым зеленым. Тоже офигенский вкусный цвет. Видите, вот это вот прям тренд. Ну, зеленых их много сейчас, понимаете. Например, зеленый из бокса аффирмаций, он тоже модный. Смотрите, вот зеленый из бокса аффирмаций, он тоже модный. Вот, поэтому зеленых, на удивление, последние несколько сезонов клиенты перестали бояться на руках. Потому что я до сих пор помню, как полтора года назад, когда мы начали продвигать зеленые цвета, это прям стало модно. И как многие мастера реагировали. Да какой идиот это будет клеить. Да наши клиенты-то никогда в жизни... Ой, не клеить, а покрывать. Да кто ж это будет вообще носить? Такой ужас зеленый на ногтях. И ничего. Вы видите, как бум сработал. Все равно мы очень сильно подтвержены влиянию моды. Так, смотрите, следующий слой наклеек, если делать, а у меня здесь сейчас пресечение будет одних цветов на другие, поэтому по-любому я наношу сейчас ультрабонд. Я наношу сейчас стопслайдер. Я наношу сейчас стопслайдер еще. И у меня как раз вот этот крестик, и еще я хотела цветочки с угла добавить. Так, и еще с угла мы цветочки добавляем. Вот эти надписи тоже хорошенькие. Вот куда-нибудь добавить можно. Сейчас посмотрим, пригодится нам надпись или нет. Скажите, пожалуйста, у вас есть наборы базовые с топами и базами? У нас есть Welcome Box, и там есть такой вот минимум самых популярных наших продуктов. Но чтобы сказать, что там все было, нет. У нас очень большая линейка баз, камуфлирующих прозрачных топов. Ну, топов, конечно, поменьше. Я бы не сказала, что у нас прям гигантский выбор. Вот. Но нет, прям полного набора со всем ассортиментом нет. Блин, какой же маникюр следующий сделать, а? Я же хотела новую коллекцию сделать весну. Все время смотрю на дольче. У меня сейчас такой контент, в аккаунте. Такой вот он у меня весь цветочно-романтичный, барочный. И мне вот никак не могу определиться. Так. Роскошный крест. У дольче вышли последний сезон. Вот такие украшения. С использованием микс сразу несколько оттенков и таких камушков. Серьги, кулоны. И это так классно дружит. Даже вот, например, с цветочной композицией. Мне очень нравится по сочетанию. Очень люблю, когда одни элементы наслаиваются на другие. Видите, ну, чтобы они наслаивались. Так, мы сейчас какую-нибудь такую штучку приклеим. нужно обязательно послойно перекрывать. Так, ну, я приклею. Я понимаю, что это уже, конечно, лишнее, но это же я лишь любитель с перебором все сделать. Это я всегда вот пишу про свой дом, показываю интерьер, потому что я очень долго мечтала стать дизайнером. Даже не дизайнером, интерьером. Я больше декоратором, наверное, интерьеров готовых мечтала стать. Меня эта тема очень сильно увлекает. Я постоянно нахожусь в поисках чего-то нового для своего дома. И вот кто видел мой дом, интерьер, спальню, ванну, зал. У меня всегда всего очень много. Я настолько комфортно себя в этом чувствую. Так, у меня и с маникюром. Я не люблю носить украшения на руках. Я не люблю кольца, браслеты. Вот сколько я не покупала. Это мне последний раз у меня была мечта. Я мечтала о браслете кортье. И вот мне сестра на день рождения дарит кортье. И что я его думаю, эти ношу, он у меня лежит. Я его нифига не ношу. Потому что для меня главное, что должно быть на руках, это какой-то очень классный маникюр, который я буду гладить бесконечно и рассматривать. Соответственно, когда такой маникюр, здесь ничего не должно быть. Ни на запястьях, ни здесь. И так народ пугает длина моих ногтей и количество дизайна на ногтях. Вот. Поэтому маникюр для меня это все-таки украшение вместо колец, вместо браслетов. Какое вам больше нравится сочетание? Белое-зеленое или белое? Хотя это может быть одновременно на одной руке. Где-то есть свободный край зеленый, где-то нету. Где-то просто зеленый ноготь однотонный. Где-то просто кружево без украшений. Вот. Ну, я себе так каждый раз говорю, что я буду так ходить. В итоге я дизайн делаю вплоть до мизинца. Видите, должно быть много всего и побольше. Еще раз напомню, бокс есть на emyshop.ru у дистрибьюторов, возможно, у кого-то он еще есть в наличии. Вот. Ну, на emyshop он точно есть. Поэтому переходите в гугле на emyshop, забивайте бокс dolce. Цвета великолепные. Цвета великолепные. Надеюсь, что все-таки получится сделать декорации отдельно, но пока все декорации, которые вы сегодня видели, они продаются у нас только в рамках бокса. Вот. Только в рамках бокса. Все. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.